Душистый горошек многолетний, выращивание из семян. Душистый горошек – фаворит среди плетущихся растений в саду. Он совсем неприхотлив и не требует создания сложных и специфических условий. Его изюминка – приятный цветочный аромат. Разнообразие оттенков в окрасе лепестков в зависимости от сорта поможет превратить даже самый простой и невзрачный участок в настоящую сказку. Душистый горошек. Горошек душистый, многолетний вид, но в некоторых климатических полосах выращивается только как однолетний. Родиной горошка считается Сицилия, откуда он через торговые пути попал сначала в Индию, потом в Англию, где произвел настоящий фурор. Став активно использоваться для украшения клумб. Горошек – любимец ландшафтных дизайнеров. Как выглядит душистый горошек, к какому семейству относится? Относится к семейству бобовые, род чина. Описание – стебель, вьющийся своими многочисленными усиками. Он цепляется за любую поверхность. Вытягивается на высоту до двух метров. Есть и миниатюрные разновидности, вырастающие линия более чем на 30 сантиметров. Листья небольшие, насыщенного зеленого цвета. Цветки небольшие, состоящие из множества лепестков, отчего визуально они напоминают крылья мотылька. А трасс может быть любым. Встречаются как однотонные цветки, так и с сочетанием нескольких разных оттенков. Плоды похожие на горох, стручки, в которых содержатся зернышки. Дополнительная информация. Корневая система горошка сильно разведвленная, стержневая, проникающая на глубину до полутора метров, из-за чего пересадки крайне болезненны. Для растения нежелательны сорта многолетнего душистого горошка разновидности многолетника крупноцветковая или широколистная чина. Высота от 2 до 3 метров. Цвет лепестков розовый или насыщенно красный. Особенность – отсутствие аромата. Вид морозостойкий, переносит температуры до минус 30 градусов. Клубни носные, имеет темно-красные цветки, высоту вырастает до 1 метра. Аромат сильный, душистый, лесная, исчезающий вид, занесенный в Красную книгу. Обитает на Кавказе. Используется в медицине. Гмелина в высоту достигает 1,5 метра. Отличается крупными листовыми пластинами. Произрастает в хвойных лесах. Сочеревичник имеет высоту не более 60 сантиметров. Цвет бутонов – малиновый с лейловым оттенком. Это декоративные формы, используемые в ландшафтном дизайне. Сорты однолетнего душистого горошка. Горошек декоративный, который растет только один год, отличается многообразием сортов. Самый популярный из них – Спенсер. Сорт с махровыми цветками диаметром 0,5 сантиметра. Бежу – невысокий куст. Количество цветков на одном побеге до 6 штук. Галакси – мощный, разлогий куст с поздним цветением. Мультифлера – гигантея, вырастая до полутора метров, стеблей мало, на каждом не более 12 крупных соцветий. Миниатюрный горошек красиво смотрится вдоль бордюров и на альпийских горках использование декоративных свойств душистого горошка. На участке за счет того, что стебли поднимаются высоко вверх, горошек используют для вертикального оформления стен домов. Беседа Каверант Красиво смотрится чина в кашпо на балконах и лоджиях. Используется необычный цветок для оформления арок, решеток и заборов. Низкие виды высаживают вдоль бордюров, их сочетают с различными цветами и кустарниками на клумбах, альпийских горках. Особенность ухода за душистым горошком в саду. Горошек многолетний, неприхотливая культура. Не составляет никакого труда его посадить и обеспечить комфортные условия. Главное правильно поливать, своевременно подкармливать и обязательно подвязывать стебли в копоре. Душистый горошек Посадка и уход в открытом грунте Прежде чем сажать семена, их необходимо замочить в растворе препарата «Бутон». Для раствора 2 грамма препарата растворяет в 1 литр воды температурой плюс 50 градусов. Те зерна, что всплыли, подлежат удалению. Если семена планируется использовать для выращивания рассады, следует взять какую-либо емкость, заполнить ее почвой обработанной Слабым раствором марганцовки. Контейнер в посевным материалом накрывается стеклом или пленкой. Посевом следует обеспечить ежедневное проветривание и полив по мере просыхания почвы. От качества посевного материала зависит процент всхожести горошка. Когда семена прорастут, их необходимо будет рассадить по отдельным емкостям, например, в пластиковые стаканчики. Находиться сеинцы должны в помещении с достаточным рассеянным освещением. Когда на стебле сформируется три листика, необходимо пустики прищипнуть. Делается это для того, чтобы ускорить рост боковых побегов цветка. Внимание! В земле, где будет проходить выращивание и рассады, не должно быть глины. Горошек культура очень простая и некапризная. Сеинцам необходимо обеспечить следующие условия полив раз в неделю, но обильный. Рыхление грунта осуществляется после каждого полива. Корни должны получать достаточно кислорода, чтобы развиваться. Внесение удобрений. Используется мочевина и нитрофоска, которые смешиваются по один стакан л. И разводятся в 10 литров воды. Готовить опоры нужно уже на стадии сеинцев, так как культура отличается стремительным ростом. Легче всего подвязывать и направлять маленькие тонкие стебли. Если горошек высаживался на рассаду в контейнере, помещать его в открытую почву можно только после того, когда саженцы достигнут высоту не менее 5-10 сантиметров. Осуществляется пересадка в маюне. Если при пересадке установилась жаркая погода, молодые кустики рекомендуется немного притянить, чтобы они не получили солнечных ожогов. Внимание! Посадка на улицу осуществляется методом перевалки. На корнях нужно сохранить ком старой земли, чтобы горошек быстрее и легче адаптировался к новым условиям без стресса. Чем подкормить душистый горошек для обильного цветения? Когда бутоны только начинают формироваться, куст нуждается в откормке сульфатом. Калия, смешанным с препаратом агрикол. Надо взять по 1 стакан л. Удобрение развести в 10 литров воды. Эта смесь растимулирует активное появление новых пышных и ароматных бутонов. В период, когда куст начинает активно цвести, для поддержания обильности соцветия рекомендуется использовать агрикол, смешанный с троса по 1 стакан. Лист на 10 литров воды. Расход подпитки 4 литра на 1 квартал. Метр. Как подготовить душистый горошек в зиме? Горошек – зимостойкая культура. Почему и не требует сооружения серьезного укрытия в холода? Мастеры в садоводстве, выращивающие горошек много лет, советуют перед наступлением холодов снять стебли с опоры и обрезать их под корень. Сверху кус засыпать перегнуем или опилками. Посадка и выращивание однолетнего душистого горошка на балконе. Цветы горошек очень красиво смотрятся в кашпо и полимерных вазонах. Стебли с цветными бутонами можно подвязывать на перила. Чтобы вырастить на лоджии горошек, можно использовать семенной способ высадки. Горошек послужит лучшим украшением для лоджии. Правила подготовки семян – залог успешного разведения горошка. Качество посевного материала. Чтобы проверить всхожесть, зерна заливают водой температурой плюс 50 градусов. Те, что всплывут, являются непригодными. Дополнительная информация. Зерна перед высадкой рекомендуется проткнуть иглой. Благодаря этому они быстрее напитают в себя влагу и прорастут. Ухаживать за латирусадоратус на балконе несложно. Ему необходимо следующее условие. Правильное место. Не должно быть теней. Но и стоит избегать попадания прямых солнечных лучей. Стабильное. Без сильных перепадов температура правильный полив, внесение удобрений два раза в месяц. Используются комплексные минеральные препараты. Поливать горошек достаточно один раз в неделю, но в сильной летней зной частота полива увеличивается. Щина радует великолепием и разнообразием своих оттенков. Возможные проблемы в выращивании душистого горошка. Заболевания у горошка возникают вследствие неправильного ухода, аскохитос, появление пятен коричневого цвета. Лечение, обработка кустов раствором рагора трижды, с промежутком в 20 дней. Вирусная мозаика, закручивание и деформация стеблей, появление на листьях штрихов. Болезнь не лечится. Куст подлежит выкапыванию и уничтожению. Корневая гниль, потемнение корневой шейки. Лечения не существует, кусты выкапываются и сжигаются. Фузерез, постепенное пожелтение и увядание листвой. Куст необходимо уничтожить. Пероноспороз, появление на листьях белого налета. Куст обрабатывается коллоидной серой. Мучнистая роса, формирование на листовых пластинах белесого налета рыхлой структуры. Кусты обрабатываются 5% раствором коллоидной серы. Внимание! Вирусные заболевания лечению не подлежат. Пораженные кусты необходимо сжечь т.к. Возможно распространение вируса на другие кустарники и цветки. Разведение чина с любовью и вниманием – залог того, что растения порадуют обильным цветением самых разнообразных оттенков и замечательным ароматом. Продолжение следует... Продолжение следует...